Улетай на крыльях ветра, где край родной, родная песня наша. Туда, где мы тебя свободно пели, где была так привольно нам с тобою. Люди в человечестве не понимают своих возможностей. Вот, например, они все время жут. Всем надо жрать. Многие сидят там жут. Зачем? Да всем хорошо жить. Вот ничего же надо меньше жрать. И чтобы обывательски не верить в политика. Человек просвещенный не будет верить в политику. Он будет свою жизнь сам делать. Обидно, что люди и ту не бежат. Почему, если я что-то узнал очень интересное, мне позволило легче жить, почему мне не рассказать об этом? Все было постепенно. Ездил, узнавал, интересовался. Мозг из них стал интересным. Вот, собственно, никаких чудес здесь нет. Слова, связанные с выбором, все чудовищные. Например, урна. Урна. Это мусор, друзья. Вот, а что вы перейдете к мусору? Бросать туда бюллетень. А бюллетень – это справка не здоровья. А болезнь. И так больные бросают справку о том, что они больные. Сколько правителей сменилось на мою жизнь? Я жил лучше всего. Я хочу, чтобы те, кто меня слышит, помнили, что счастье зависит от самого человека. Для этого надо понять, что такое счастье. Но вообще, когда я что-то не понимаю, я обращаюсь к мусору. Потому что русские слова, раскрывающиеся как цветы на солнце, и они раскрывают смысл того, как жить. Это заповеди, обереги и лекарства. Но память у славян на мусор закрыта на эти слова. Поэтому они живут совершенно не скорее жизни. Так вот, слово «счастье» русское означает «соучастие». «Соучаствуй в жизни другого, ты будешь счастлив». Это так просто быть счастливым. Не больше, больше, больше себе, себе, себе. А от себя, от себя, от себя. Больше от слова «боль» будет боль. И никто не обращает на это внимание. Богатый от слова «бог». Посмотрите, этого ни в одном языке мира нет. Счастье, соучастие. Соучастие по частям собрать. Вот часть того, кого соучаствует. Вот моя часть. Целое. Отсюда русское слово «целую». Соединяется мужская и женская энергия целая. И вот так весь. Явлеям надо обязательно, чтобы была заповедь написана многими словами, не пожелайшей ни ближнего своего. Это указание. И восклицательное слово. А у нас одно слово. И употеяние. Не обжираться, есть русское слово. Чрево уходит. Вспоминайте, когда обожираться хочется. Это чрево уходит. И ни в одном языке мира этого не остается. Другое дело, почему это сохранилось в русском языке? Потому что русский язык сохранил, впитал в себя слова всех славянских языков. Что такое славянский язык? Они вообще от русских ничем не отличаются. Это одно и то же. Более того, по хромосомам, по мутациям хромосомам они почти не отличаются. Это более северные народы. Кто-таки углевал? Вы знаете? Это смесь Ариев с Монталоидом. Арии шли с севера планеты, когда летим под Иран на юг, и заселяли русскую родину и стилю. Было это несколько тысяч лет. Есть, был поворот земли, или взглянулась кора земли, или вообще климат сменился, как стрим по-другому потекл из-за катастрофы, когда на Суматре метеорит огромный взорвался. Не до конца, неизвестно. Ясно, пошел в Легию 25 тысяч лет назад. И, видимо, там действительно существовала та страна, которую сегодня многие называют Гибербореей. Это красивая легенда. Но там, судя по всему, созрела белая раса. Расы и русы одинаковые соблазны. Слово имеет одинаковый значальный смысл, если у него одинаковые соблазны. Это вообще запомнил. Поэтому древние летописи, что евреями, что русами, писали всегда только соблазны. И гласные стали появляться потом. Более того, многие гласные вообще взялись с полтолка. Например, мир, война и мир. Вы знаете, что писалось по-другому? Она же писалась вот так. А это мир, вселенная, мир, в котором мы живем. А получилось, а это и делает мир другим. Это мир между народами. И получилась война и мир между народами вместо войны и мироздания. Вот Луначарского реформа чего сделала. Брак заводской. Обращали внимание, брак между мужчиной и женщиной. И что, это одно и то же? А пишется одинаково? Полное безобразие. Объединение языка. Арии изначально это пахари земледельцев, которые стали заселять всю равнину, были необычайно мудрыми. От них нам перешли многие мудрости, слова. Но они видоизменились, конечно. Но продвигаясь на юг, скажем, к пятому тысячелетию, к восьмому тысячелетию данной эры, они пришли в очень красивые южные места между Тибром и Фраком. Это образование. Такое государство Шумер называется. Названный в честь горы славянских богов, Меру. Если вы заглянете на карту 1525 года, по-моему, карта Меркатора, вы увидите гору Меру на северном корпусе. Там жили энергии. Славяне никогда, протославяне, арии, арии, никогда не приносили в жертву людей. Это чушь, никогда не приносили. Нет, позже. Но изначально они считали богами энергию природы. То есть, скала, энергия скалы – это бог, это сила скалы. Это не высеченное личико. Это не кумир и не идол. Язычество – это есть деградация арийского ведичества. Когда поклонение идет силам богов. Пришел в лес, посади дерево, спой песенку лесу. Поить богов надо пение. Поэтому пить и петь – из-за них согласны. Двигаясь на юг, арии становились кочевниками, скотоводами. Их стал бояться лесу. Поэтому оттуда идет ужас перед арией. Они образовали шумер. Шумер очень была мудрая цивилизация, которую до сих пор не хотят ученых рассматривать. 360 градусов, 360 дней в 5 дней в году, 60 минут, 60 секунд – это все от шумеров. Друзья мои, 4000 лет до нашей эры, 500 лет до Египта еще было. И 1500 лет до пирамид. Смешиваясь на юге с негроидными, появлялась новая раса – семит. А смешиваясь на Востоке с монголоидными, а три предрасы существовало на уровне неандертальцев. Монголоидная, негроидная и европевоидная. Европевоидная белая созрела на севере сегодняшней России, негроидная на юге, а на Востоке монголоидная. И вот начались смешения, перемешивания. Семиты – предки арабов. А с евреями вопрос посложнее. Евреи не семиты были изначально. И вот это знают только продвинутые евреи. И просят меня евреям об этом говорить. Потому что евреям не надо знать. Хазары – не евреи вообще, хазары – иудеи. И хазары вообще образовались на 4 век нашей эры. Кстати, хазары приняли иудейство точно так же, как Владимир Красносолнышко принял христианство. И это легенда о том, как принимал Владимир Красносолнышко христианство. За 200 лет до этого существовал уход в зам, только они приняли иудейство. То есть они были нашими родственниками. Хазары – это обожравшийся скифы, которые потеряли мудрость и остались в тех же степях. Это просто деградировавший скиф. Поэтому их легко было развести на то, чтобы даймрать и на всякие негодяйства. Как процениваете современное состояние истории, лингвистики, теологии во 21 веке? Карамзин был в молодости масон. И поэтому первые знания в истории получил масон. Кстати, Пушкин тоже был масон. Но когда Пушкина потребовали предательство рода, он сказал, что он выходит из масона. На что очень обиделись масоны, а Геккер и Дантес принадлежали тоже масонам. История неразгаданная, и еще долго человечество не поймет, что там на самом деле произошло. Но Карамзин был масоном, тоже ушел, но никак к Пушкине резко, а так тихонечко отделился от масонов. И когда он писал свою историю, он очень много, честно говоря, ну не то что не знал, не правильно понимал. И вот вся эта история узаконилась со скандинавами, якобы варяги и викинги, но это тоже, честно говоря, благодаря Карамзину. Он допустил нехорошее. Правда, Карамзин пишет, есть другая теория, что варяги были славянами, русами были и жили по Руси, Пруссии и так далее. Он упоминает об этом. Но на 200 лет после Карамзина произошло ошибка и впервые Путин вычеркнул варяги скандинавы, вычеркнул слово скандинавы два месяца назад. Это моя победа. Есть в России люди, которые ездят на раскопки, есть ученые, есть лингвисты, но есть одно но. Государственная точка зрения не может так быстро поменяться. Более того, ну что такое государственные лингвисты и этимологи? Это люди, которые такое образование, ну как их переориентировать? Они не могут перейти вот через главную границу. Изначально языками всех европейских народов были протославянские языки. Они говорят, где это написано? Я им говорю чудовищный, неприличный пример привожу. Скажите, пожалуйста, вот смотришь на вашу научную темологию и получается русский язык, латынь, немецкий, английский. Это что, раньше славяне молчали, что ли? Ждали появления латыни, висели на деревьях, а потом сразу так разговаривались, что у них появились пословицы мудрее, чем у латинян, и слова мудрее, чем у природопедических. Понесло. Понесло славян. И расплодились тут же. Знаете, все это совершенно нелогично. Да, слово славяне позднее, но я называю это протославяне. Но был такой юнг в начале 19 века. Он впервые, будучи дилетантом, историком, придумал название «Индоевропейская общество народа». И все ученые его кривили позором за это. А сейчас они взяли это на вооружение и говорят, был такой народ и индоевропейцы. Не может быть такого народа. Это индусы с латышами скажут, это жираф Апатам, такого быть не может. А сегодня, когда поняли, что язык древнее, чем санскрит настоящий, стали говорить протоиндоевропейский. Что вообще прото жираф Апатам. Они не могут отказаться от этого бедолаги. Но уже нарождаются новые. И очень много делают любители. Но тут одна опасность есть. Любители несут такую хрень научно необоснованную, что делают еще хуже. Например, есть теория, что Арии прилетели с полярной звезды. А евреев наклонировали на Целлоне, чтобы они уничтожили Арии. И это серьезно. Несколько септ славянских есть в России, которые этому подчиняются. У меня подозрение, что это в ЦРУ разработана эта теория. И, как говорится, там есть еще у многих славянских септ такая очень нехорошая тезис «Русские избранные Богом народа». Это нехорошо. Уже один народ был избранный, и его две тысячи лет гоняют по всей стране. Он без Родины живет. А русским скажи, что они Богом избранные. А они вообще разнесут всю планету. В чем-то момент. Они не учиться будут, ничего не будут. Они скажут, что мы избранные, и все. Ну вот я вам приведу пример. «Паспорт». Слово какое? Чьё? Ну, допустим, возьмем по-английски его. «Пас». Но «пас» — это пропустить. «Пустить» — «пас». «Пустить», но «пустить» — «пропуск». И вообще вся «ведь» — слово «пус» — «пропустить» — она у славян существует. «Ведь» — у них только «пас». «Порт» — это «ворота». И «порто» по-испански до сих пор «ворота». Значит, а «ворота» — это врата, в рай раскрывающийся. И получается, что «пас» — «порт» — это «пустить через ворота». Но это если вы введете в иностранные слова наши корни, гнезда, то вы получите истинное значение слова. Например, греки не могли сказать, они говорили «амазонка». Они не могли «же» произносить, у них нет буквы «же». А это «амуженка», амужествленная женщина, которая сражалась вместе со скифами. Жены сражались, но они не могли это произойти, они говорили «амазонка». «Гость» — «Арбайтен». «Арбайтен» — это «рамота», переставленная местами. «Свинья» — от слова «свет». «Сварга» называлась «небо», откуда свет солнечный идет. Так вот, «сварга» — это «небеса». Там Бог Всевышний — «сварог». Он «сварганил» — «вселенную». И от «сварга» идет «род». Ведичество — это единобожие, от которого идут его все «род» пошел. И поэтому главный Бог на земле — «сила» — «род». От него «народ», «природа», «родина», «родня», «родители». И ни в этом языке этого нет, не существует. Так вот, «свинья» — у нее «зраки» уставлены в землю, она не видит «сварги». И ее «свони» — это отрицание, она не видит «света». И «свинью» не надо есть, поэтому ее мясо не насыщено «светом». А не потому, что она в грязи чушь, а остальные что, душ принимают? «Смерть», «муражки», «мороз», «мразь», «марокко», «мрак». Даже «морс» — это напиток, который пили на похоронах. Это теперь «морс». «Морк» — все «свет». Вот интересно, как чувствуют иностранные писатели русские корни. «Мартимер» — у него убийца будет. И у всех, у «Канан Дойла», у «Лакло». Все отрицательные герои будут «МР». Вот совершенно потрясающая штука получается. То есть писатели чуйкой чувствуют, как назвать надо какого героя. Они не понимают, но чувствуют это все. Германцы выделились в III веке до нашей эры. Значит, германцы старше англичан. Намного. Они были вояки, они не были земледельцами. Они не ели редиску свежую, морковку. У них была цинга, и они не могли говорить. Они не могли сказать «брат», «сестра». Они говорили «брат», «брат», «брат». Вот такого звука нет в природе. Это из России. И поэтому они не могут сказать «просите, законите». Они не могут сказать «мороз». Они говорят «фрозен». Они могут сказать «полёт». Они говорят «флай». Они все время при работе. Они могут стоять «плыть», «флэй». Это вообще английский язык. И если я все время говорю «хотите быстро выучить английский?» Иногда шутка. Так не получится. Надо. И еще. Германцы были более рациональными. Английский «носок». От слова «носить». Индога. Даже это. Они говорят «сок». Они сокращают. «Племя НИЦА». Племя – главное слово. «НИЦА» – это суффикс, обозначающий, что женщина принадлежит к племени. «НИЦА» – это мужчина. Про «НИЦА» – это мужчина. «НИЦА» – это племя. «НИЦА» – это племя. «НИЦА» – это племя. «НИЦА» – это племя. У них отрывается. Я говорю «вы хотите английский? Сокращайте слова. Представьте, что у вас нет зубов. И у вас все будет. Может, немножко глубже в историю. Вы сказали, что народы пришли с севера, потому что там шел ледник. А есть какая-то информация еще? Что было до этого? И где они были? Информации вообще никакой не существует. Есть легенды и мифы. Давайте возьмем ее за информацию, приняв во внимание, что когда Шрима по мифам искал Трою, ему сказали, что он любитель и фуфло полное. А когда он нашел Трою, все стали завидовать и сделали его ученым. И с тех пор стали по мифам ориентироваться. И очень много чего нашли. Мифы – это правда истории, но образно выраженная. Там нет дат. А история – это мифы, придуманные политиками. Это обратка такая. Так вот, если взять мифы, существует предание о том, что на севере материка существовали люди, необычайно трудолюбивые, нравственные, знающие силы природы и грехи, называли дети богов. 154 упоминания страны Гипербореи я встретил в древних грехах. И только два – об Атлантиде. То есть Атлантиды, они даже не обращали вниманием. В Атлантиде писал первый Платон, египетского жреца Глюмченова по полной программе, узнал о том, что была Атлантида. Не существует ни у одного больше народа мира упоминания об Атлантиде. Может было, может нет. Платон называет это Санторей. Я на Санторей не был, вполне возможно, но 1500 лет на севере. А Атлантида должна была существовать гораздо раньше. Вообще это не с одной стороны. А Гипербореи? А Гипербореи сказано много. Аполлон и Артемида перетели из них до Твариев. Некоторые даже говорят, что Аполлон от слова «апаленный» к Солнцу. Но доказатель, что именно наш Кольский полуостров или Таймыр был, не существует. Существуют мегалиты на Кольском полуострове. Они странные. И они действительно загадочные, друзья. И я хотел снимать эти мегалиты, поехать и буду снимать. Они не поддаются такому легкому описанию, что это не просто природа создала. На Кольском полуострове существуют Стронхенджи. И существуют лабиринты. Но самое интересное, там существует тренога каменная. Тренога – это в Дельфах стояла, где арапулы вещали. И они заходили на треногу. И вот эта тренога стоит на Кольском полуострове. Их несколько. И на Новой Земле они существуют. Значит, жизнь там была. И во всех легендах греческих написано, что гиперборейцы были необычайно чистыми людьми. Сердечными. А на Севере люди… Вот сейчас я был в Вологде. Они, между прочим, сердечные, чем даже в Латвии хотя бы уже на Севере. Они говорят, а мы согреваемся не только одеждой, но и отношением друг к другу. Смотрите, это арийский образ. Там в Вологде до сих пор мне бабы танцевали танец в народных костюмах в деревне Пожарище. И вы знаете, что это плетение ДНК. Они сами не понимают, что они танцуют. Это какой-то совершенно… А эти узоры, которые вышивают на Севере Вологде, это арийские узоры, там свастиковые. И они не собираются отказываться от свастиков. Обереги и, помимо этого, некое еще… Да, конечно, обереги. Энергетические знаки. Руны наши. И там в узорах руны существуют. Кстати, у шотландцев, чтобы вы знали, все обряды славянства происходили. И Айвенку назывался Иванку изначально. И Вальтер Скотт знал древний язык. У него рыцарь не Найт, Кнайт пишется, что означает князь вообще от слова Кон. А у него рыцарь. Как-то слово рыцарь, а рыцарь – это наше слово. Ведь поклонение наших предков было энергией природы. И посредников не было. Первая деградация – это кумиров и идолов высекать. Перун, Макоши – это деградация. Это природная энергия. А вторая – это когда стали людей рисовать. Это тоже совсем деградация. И когда попы еще посредниками стали. Попы – язычники. Слово «поп» расшифруют память отцов предавших. Ну, это чушь. Это они просто ненавидят христианство. А ненавидеть христианство нельзя. Очень много верующих истинно людей. Другое дело, что из этого торгаши устроили. Библию только можно было читать, и тот читал только пастор. Пастор – это слово «пасти». Он пасту спасет. А он читал Библию. А остальные книги были запрещены. Ну, и как может жить человечество, которое потерял все знания? Более того, первый христианский прогромку сочинили христиане. В каком году? 384-й год? Александрия. Помните? Александрия – библиотека, но и знания. А что такое библиотека? Она и называлась, видимо, библиотека. И вот Александр Македонский, мечтавший обеднить народ, кстати, он был нашим пацаном. Греки говорят, нет, его отец был греком. Не надо. Филипп II хотел участвовать в греческих Олимпийских играх, а греки сказали, ты не грек, и мы тебе запрещаем. Филипп развозлился, завоевал и стал участвовать в Олимпийских играх. И они его признали, потому что ей более признали, что он победил. Македонский хотел объединить вот эту бывшую, ну, не будем говорить гиперборею, мы не знаем, что такое гиперборея, но арийскую общность. И он пошел объединять народы, и он стал объединять знания, которые были шумерские, персидские. Вы знаете, что было место написано на 12 тысячах шкур бычих, написано золотом. Может быть, это в районе, никто не знает, но во времена Александра Македонского эти шкуры сгорели. Некоторые говорят, что это Македонский по заказу Аристотеля сделал, доказательств нет, но существует такая легенда. А я знаю другую историю из Александрийской библиотеки, что везли туда шкуры, и сгорели они по пути. Македонский собрал все мудрости в Александрийской библиотеке, и туда стали стихаться. Вот почему разгромили в 384 году первые христиане, ярые, не принимавшие арианство, арианство тоже христианство. Только немножко другая вещь. Они громят Александрийскую библиотеку, разбегаются язычники, как называли их, кто-то какие-то свитки уносит, карты уносят, и карты всплывают через много-много лет. Вот откуда Меркатор, прайс перерисовали, древние карты. И откуда Колумб узнал про Америку. Колумб никогда не ходил в Индию. У него были карты. И карты были какие-то старинные, видимо, тоже попавшие на Гото Смита из Александрийской библиотеки. Но он не мог сказать, что он едет открывать. Ни один спонсор, ни один банкир, ни Каргин, ни Красавицкий не дадут бабки, если ехать открывать новую страну. Но если им сказать, что специи привезем, золото привезем, они бабки дадут реально. Вот так Колумб выбил бабки на первом путешествии. А шел он, вот его путь, четко по ветрам, по которым ходили финикийцы. В мумиях египетских обнаружен табак индейский при бальзамировании. Значит, финикийцы уже ходили до этого этим путем. Исчезают. Все, знания обрублены. У людей нет никаких знаний. Наступают очень средние века. И потом вдруг гравят. Когда начинается оттепель, такая полухрущевская? Турки завоевывают Византию. Самое лицемерное государство наследное. Самое поганное, которое существовало в то время. Все. Кирдык Византии. Их герб уродливый с двумя головами орла переходит к нам. Вот этот уродец, цыпленок табака с ямским. Уродливый я ничего не представляю. Это же надо верить. Это византийский герб. А до этого был у перца. И люди теряют знания. Все, они читают только Библию. Кстати, о Библии. Библия называлась книга, а не Библия. Вы знаете, кто кириллицу якобы создал? Кирилл. А как его звали? Константин. И вот этот Константин. Мефодий вообще не в теме был. Он вообще здесь один, ни тот, ни другой ни разу здесь не был. Они были болгарами. И Константин однажды вошел к хазарам, попытаясь их склонить от иудейства к христианству. Останавливался он в византийском городе Корсуне, Херсон. Это был греческий город. И он пишет в житии Константина. Он пишет. Эта летопись существует. Я взял славянские письмена, мне подарил один рус в Корсуне. Это у него написано. Он просто видоизменил. Он видоизменил наши письмена для того, чтобы записать книгу, Библию по-своему. И внес туда греческий букв. А Черноризис Храбр, ученик Константина, пишет то же самое. И пишет, что у славян были письмена, но не было книг Библии. Наша письменность была другой. Она была образной. Она не была линейной. Каждому звуку не соответствовала буква. А буква соответствовала образу. И поэтому, если пишешь несколько образов, 49 азвучных знаков собрано в матрицу. Семь на семь. Вот семь на семь. И вот так вот идут. Аз, Бога, Беда и Благодаря, Добро и Жизнь. И вот так. Но только их 49. И вот как ни читать по любой строчке, будет мудрость. А это не звук. Это не звук. Это образ. Аз, это начало. Ребенок приходит из космоса со звуком А. И это есть образ начала начала. Поэтому мужчины с женщиной соединились на родничках. Любят друг друга и на половом уровне. Вот что такое означает руна А. А если они любят друг друга, то Л будет. Но это образ. Если я хочу признаться кому-то в любви, я беру букву-тощечку, пишу. Две черточки. Это я и ты соединились с родничками. И отсылаю. И она знает, что я признался ее в любви. И она мне пишет, прибавляет на Земле еще одну черточку горизонтальную. Это будет означать, что она хочет со мной дом построить. Вот что это все. А Т это твердый стоящий человек на Земле. А С это прерванный космос. Ноль. И осталось промежуток для связи с чем-то. И если С и Т вместе соединить, все будет стоять на Земле. Стол, стул стоят. И вообще во множестве языков. Вы представляете, какие мудрости заложены в ваш язык? И вот это расшифровать потрясающе, что СТ это все неподвижка какая-то, связанная с Землей. Это страх и страсть. СТ, страх, это уже блок, это неподвижность. А дальше свет, солнечный рак, который руководит обменом веществ. И получается блок обменом веществ. Человек в страхе, у него почка перестает работать. И в страхе человек становится ромом. То есть в одно слово, одно, русских слов отрицательных не бывает. Там есть буква Х. АХ это выдоха, вдоха, иксхейл, инхейл, смехаха. Сюда слово латышское хуто. Потому что это буквы ха просто. И страх означает выдох и страх. Страх, ха. А страсть еще хуже. СТ, Ра и СТ. С двух сторон блокированы. Очень опасное слово. Мягкий знак. Переведи страсть в чувства. Рутены это рыжие. Русы это рыжие. Русы это по латыни рыжие. Поэтому русскими их называть нельзя, конечно. Это вулькарно. Но, тем не менее, доля правды в этом есть. Потому что это наш народ. Вот так скажем. Слово русский не было. Но слово русы были. Русами называли воина Павлии. И когда они прошли, будучи ариями, на юг, они построили город Яры, Русов, Алим. Это Иерусалим. А реку назвали Ярдон. Дон это река по-арисски. Но сегодня мы имеем Иерусалим и Ордан. А Палестин это паленый стан. А рай назывался Ирий. И это Ирий Даны, это Иерданы. И так я вам много моментов наговорю. Вы знаете, есть такая наука Каббала. Это наука, это не религия. Евреи сформулировали то же самое, что у славян в Ведах написано. Не написано, написано в Ведах существует. Вед в написанном виде не существует. Потому что такой письменности, которую придумали западные люди с буквы, это деградация. Письменность это деградация. Зачем письменность придумана? Чтобы посчитать работу, сдачу. То есть это негодяи придумали простую запись. И когда придумали фенегийцы записи, все записи чудовищные. До появления учеников Гомера. Гомер не записывал. И только через тысячу лет появляется светоносное направление развития письменности. Так же как со счетом получилось. Почему изобрели цифры? Чтобы писать сдачу только сколько должен. А писать римскими цифрами сдачу невозможно. Римскими цифрами дроби нельзя написать. Что такое цифра? Знаете? Цифра от слова цифра. По-арабски ноль. Отсюда сафари, пустыня. Ноль, где ничего нет. Английское слово. Так вот. Кто-то из ведических аритов придумал следующее. И вот один, два, три. Не знаю сколько там крыс задавили. Надо было написать. Но если их много. И придумал кто-то первый угол делать. Углами изображать. Один угол это единица. Теперь смотрите. Два угла. Теперь смотрите. Три угла. Теперь смотрите. Четыре угла. Придумали как, не отрывая руки, изменить римские цифры. Пять. Вот так писалось, как когда-то на советских конвертах писали. Индексы. Шесть. Семь. Из десять. И один единический жрец подарил арабу. Купцу. И купец стал богатеть так быстро, что эти цифры в проявлении популярности решили все, что это арабский цифр. Это не арабский цифр. Это цифры единические. Треугольник. А что такое треугольник? Правь. Ядь. 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 Слово отрицательно означает отход от троицы. Но не от христианской троицы, а правь, ядь, ядь. Все это загадки, которые, конечно, ученым хорошо бы было, но они не готовы изучать это. Они не знают. Они переписывают один другого и пишут таким языком, что понятнее его знаешь. Поэтому рождаются фантазеры. Ари прилетели с полярной звезды. 20 миллионов лет назад. Ну что, называлась звезда Кол. Она действительно называлась Кол, потому что она стоит неподвижно. Но это не доказательство того, что Ари прилетели, а евреев на циклоне наклонировали. Я вам скажу, что самое интересное предание, знаете, какое? Вы знаете, откуда Ветхий Завет взялся вообще? Ветхий Завет же это не евреи придумали, а шумеры. У шумеров есть легенда. Кстати, легенда о Ное, это легенда о Гальгамеше. И там все есть это же. Только он называется Гальгамеш, а не Ное. И там есть история о боге, который терпеть не мог людей, и все время их много. Шумеры были ариями, но в это время уже нарождались семиты, предки арабы. И они завоевали шумеры, и произошло государство. А позже, это уже смесь шумеров и семейцев. А позже семейский мавилон, который сократил клинопись шумерскую, превратил уже в свою арамейскую письменность, и первыми придумали записывать знания. Вот так. А кстати, знаете, как в арамейской родине? Ария. Арийский храм переводится. Авраам Ра, Равин Ра, Сара Ра. У них Израэль, Изра, вышедшие. Вы знаете, как называется бог луны в Вавилоне? Это очень интересно. И Сина. Сина и Синагога отсюда. Храмы Вавилона Синагоги. Это дневийский храм. Очень может быть, что эволюция шла своим путем, а потом нас подредактировали. И вот прилетевшие могли нас немножко раньше времени попытаться приспособить под свои нужды. Мы не готовы ходить. И поэтому мы так плохо устроены. Во всех библиях, во всех святых книгах шум, брохот, огонь, и опускаются боги с неба. Это везде. Значит, кто-то что-то где-то был, если уж так говорить.